Всем привет! Поскольку не сохранился мой прямой эфир в понедельник, то я решил записать отдельное видео на ту же самую тему торговли в эпоху турбулентности. Поэтому присаживайтесь, я постараюсь кратко изложить всю ту же самую тему. Почему меня можно послушать? Во-первых, я пережил два кризиса непосредственно торгую на рынке. Это 2008 год, это 2014 год. При этом, если в 2008 году я еще торговал только на Форексе, и как раз во время кризиса пришел на наш рынок, когда он был на дне и начал его покупать, то 2014 год я уже торговал на нашем рынке, хорошо мониторил все крупнейшие мировые рынки, публиковал обзоры и так далее. И, собственно, кризис 2014 года, падение 2014 года я предсказал заранее, осенью 2013 года. Можно посмотреть, собственно, вся эта аналитика в сети есть. Теперь, что хочу сказать, на мой взгляд, что грядет. Я в последнее время, еще в прошлом году говорил, что нас ждет эпоха турбулентности, потому что, на самом деле, вот тот кризис, которого я ждал там в 2018-2019 году, и который пришел в 2020 году в виде ковида, он не решил опять никаких проблем. То есть, получилось все то же самое, что происходило до этого. Опять же, кризис 2020 года я предвидел. Есть в сети мое выступление на одном из клубов, скажем так, для инвесторов и трейдеров города Новосибирска, где я летом 2019 года прогнозирую, что в течение года должен быть кризис. Достаточно это было все понятно. Поэтому там вопросов не было. Вопросы возникли тогда, когда все очень быстро опять залили деньгами, рынки опять отросли и опять никакого очищения не произошло. То есть, понятное дело, что эта ситуация бесконечно продолжаться не может. Но так или иначе, мы в этой ситуации уже находимся с 2008 года. Рынки заливаются деньгами, балансы центральных банков раздуваются. Собственно, мы видим это все. И после ковида еще и прямые вот эти вливания, раздача денег населению. В итоге мы сейчас имеем большую инфляцию. Таким образом, мы попали в ситуацию, когда на мир давят три фактора. Первый фактор, да, это кризисное явление, когда нет очищения системы, есть определенные перекосы в экономике, да, и они рано или поздно должны каким-то образом себя проявить. Второй момент, это ужесточение денежно-кредитной политики, сокращение объемов количественного смягчения, да, прекращение и где-то сворачивание. То есть, это все непосредственно играло на раздувание фондовых рынков в последние годы. И это, конечно же, будет сказываться в противоположном уже направлении, да, когда это все у нас начнут сворачивать. Я об этом говорил вот в прошлом году, да, буквально осенью, себя в телеграм-канале, в обзорах. То есть, это второй момент. И третий момент, это перестройка глобальной мировой финансовой системы, да, потому что Соединенные Штаты уже не могут отвечать, скажем так, на праве самого, по праву самого там сильного, да, как они раньше в своем западном полушарии, грубо говоря, в западном мире были самые сильные. Они по своим правилам устроили мировую финансовую систему. И, да, вначале Бреттен-Вудскую, потом после ее, так скажем, от смены, если говорить про валютные курсы ямайской системы и так далее, да, Петродоллар, я вот сегодня только в Телеграме выкладывал по этому поводу отрывок индекса Доу Джонса 70-х годов. И там вот эта перестройка, она отлично видна, которая заняла там с 66-го года по 82-й, да. Там большая болтанка на рынке в диапазоне 50%, примерно там Доу Джонс был тысячу с лишним пунктов, верхи в 73-м году, а низы были в районе там 550 пунктов. То есть 50% практически, вот, 66-го года была вот эта болтанка. Когда отмирала Бреттен-Вудская система, к 73-му году она окончательно отмерла, да, в 71-м году Никсон отменил, сам вышел из Бреттен-Вудской системы, да, то есть США вышли, отменили привязку к доллару, фактически его девальвировав, отменили фиксацию валютных курсов, да, к золоту сделали перепривязку и потом в 78-м году уже окончательно закрепили ямайскую систему, когда, по сути, появились свободно плавающие валютные курсы. Вот, это вот все длилось, при этом были, естественно, там проблемы политические, экономические, да, вот эмбарго нефтяное стран ОПЕК против Запада, да, в 73-м году, когда, опять же, нефть взлетела в несколько раз, через год эмбарго отменили, США с Саудовской Аравией договорились о, так называемом, создании Петродоллара, когда вся нефть стала котироваться обязательно за доллары, да, чем, собственно, и стало бы условливаться, прежде всего, да, первичный такой, можно сказать, спрос на доллар во всем мире. И вот с тех времен эта система начала работать. И вот вся эта перетрубация на рынке, если мы посмотрим, она длилась 15 лет. Вот как раз переход вот этой системы из одной в другую, да, разные там топливные кризисы и так далее. Если у нас сейчас тоже кредит, да, кроме какого-то кризиса, скажем так, который еще, может быть, там особо-то никто и не видит, да, хотя, ну, ужесточение кредитно-финансовой политики, да, денежно-кредитной политики центробанков, оно уже как бы влечет под собой определенные там проблемы. Мы видим, что происходит, по большому счету, уже еще до Украины, да, с СНП и так далее, да, на нашем рынке, что началось, да, где был Сбербанк совсем недавно, еще до Украины и, собственно, куда он потом пришел. Вот, то есть мы все эти последствия видим по всему миру, по большому счету. Но вопрос следующий, как бы, что будет потом, да, вот как я вижу ситуацию, я думаю, что нас ждет перестройка глобального плана всей глобальной мировой системы, да. Но сейчас не США это будут решать одни, они бы очень хотели, но поскольку они уже не самые сильные в своем там мире, да, а уже мир объединился в этом, за время, скажем так, последнего, да, создания последней финансовой системы, уже варшавский договор распался, советский блок влился в капиталистический мир, и, собственно, мы сейчас в едином мире живем, да, и ни Россия не хочет, ни США не хотят жить по правилам, скажем так, вот этого западного мира. Поэтому, собственно, вот мы видим накал многих страстей, да, политических, экономических, там, последние десятилетия особенно. Именно этим это все и вызвано. Но каким образом, да, что будет, собственно, дальше-то? Вот я думаю, что непосредственно на рынке, да, я не буду углубляться в политику, да, это противоборство мы видим, да, санкции Китаю последние, там, не один год уже, да, особенно это было при Трампе, обострение, да, санкции к России, сейчас мы видим вообще неприятные последствия. Но так или иначе, то есть это противоборство приведет к тому, что новая система будет строиться, да, естественно, мир поделится на тех, кто поддерживает Запад, на тех, кто поддерживает Восток, и будет создаваться такое, ну, скажем так, подобие, либо нет, не знаю, но будут стремиться некоторые игроки к созданию многополярного мира. И это будет другая система, уже не та, где рулит США. Соответственно, вот эта перестройка, там, к чему она именно придет, да, сложный вопрос. Но во время этой перестройки долгой вполне вероятно, что мы увидим на рынках ту же самую ситуацию, вот, которая была в конце 60-х, 70-х годах. То есть, когда на рынке была большая волатильность, когда сложно было спекулянтам, ну, вы представляете, когда рынок туда-сюда ходит, там, по 50%, ну, это круто, да, если вы с плечами особенно торгуете, вот такая болтанка, для инвесторов это ничего хорошего. Собственно, для спекулянтов надо четко понимать вообще, что происходит на рынке, да, где там горизонты, какие вообще возможны варианты, где есть смысл там рассматривать какие-то сделки, а где вообще не нужно лезть. То есть, это все, ну, достаточно сложно, да. То есть, обычно боковики не любят спекулянты, потому что там размалывают всех. Соответственно, вот представьте, такой боковик длиной в 15 лет. Поэтому, ну, тут четко надо понимать вообще, что происходит на графике, какие есть варианты и так далее. Именно поэтому я призываю, собственно, изучать технический анализ прежде всего, да, потому что бы там ни говорили, многие умные люди обычно все кризисы фундаментальные аналитики там прохлопывают ушами. Как-то ни странно. Об этом Рей Далио пишет отлично в своей книге, если вы читали, посмотрите, да, про ФРС, про Международный валютный фонд, про аналитиков разных банков и так далее, да. Про кризис 2008 года он хорошо пишет. Ну, седьмого, девятого, если быть точнее. Вот. Что я хочу сказать? Да, я сказал, вот как я вижу, да, вот это будет большая перетрубация. Что нужно помнить трейдеру? Трейдеру, на мой взгляд, во-первых, хочу сделать разделение, да. Вот то, что страшно, допустим, трейдеру ошибиться где-то, да, на рынке. Инвестору не так страшно ошибиться, потому что, по большому счету, он может какое-то время, там, ну, посидеть под водой, если ты торгуешь без плеча, это не страшно, да. Для тебя важна перспектива, чтобы компания, там, приносила деньги, у нее был нормальный денежный поток. И если ты, собственно, вошел в нормальную перспективную компанию, ну, да, ты не сразу, собственно, вышел в плюс, но, если там компания стоила 200 долларов, а теперь она стоит, там, 100 долларов или 50, то, по большому счету, ты в любом случае в плюсе, да, потому что, ну, на перспективе, если компания не уйдет с рынка, то ты получишь свою прибыль. А вот трейдеру, да, если он не вовремя зайдет, там уже все сложнее гораздо, да, он не может там пересидеть что-то, он получит либо убыток, либо разорится, грубо говоря, за счет того, что спекулянты, как правило, торгуются плечами, что и понятно, и участвуют в краткосрочных движениях. Вот, соответственно, надо разделять четко инвестиции от спекуляций, да, косяк в инвестициях, это, как бы, неприятно, но не смертельно. Косяк в спекуляциях, это может привести, там, к краху депозита. Поэтому нужно четко контролировать риски, да. У профи задача простая. Вот, я, допустим, не особо-то рад вот этим всем перетурбациям. Почему? Да потому что, когда у вас есть нормальная торговая система, которая стабильно зарабатывает в обычное время, то вам не нужны какие-то, там, потрясения. Для чего? Вот вы потихонечку, курочка по зернышку, там, что-то там зарабатываете. Раз в день, раз в неделю, либо раз в месяц, зависит, там, от того, на каких масштабах инструментов вы торгуете, да, и, собственно, какая периодичность вам и вашей системе комфортна. Но, так или иначе, у вас есть подход, который работает. Вам не нужно, там, чего-то экстраординарного, чтобы случалось на рынке, да, чтобы вы думали, что это такая супервозможность, там, надо обязательно ее использовать, да. Это как, вот, люди, которые бежали на Теслу, когда она, там, по тысяче была. О, ничего себе, ничего себе, завтра же две будет, да. Вот это вот жажда халявы, оно у нормальных трейдеров, системных, его, как бы, нет, да. Он понимает, собственно, зачем. Вот эта вот халява, это только тогда, когда ты не можешь нормально, системно получать прибыль, вот тогда ты стремишься к этой халяве. Думаю, что это один шанс на миллион и так далее. В этом плане для инвесторов, конечно, кризисы, это хорошая возможность, да. Они встречаются, там, раз в 5, там, 10 лет, мощные какие-то просадки. Когда ты подбираешь, то ты делаешь, там, несколько иксов, да, как сейчас модно говорить. Несколько раз увеличиваешь капитал вложенный. Это, конечно, кайфово, потому что таких возможностей редко. Для трейдера он принципиально по-другому. Для него не надо, там, делать какие-то иксы. Ему надо регулярно, стабильно делать понятные сделки, да. Забирать из рынка понятные отрезки движений. Движений. Вот и все. Принципиальная разница. Соответственно, когда рынок начинает быть более волатильным, когда нефть входит за день, там, 20 долларов, ему это совсем не надо. Зачем? Потому что у него врастают риски. То есть в любой торговой системе есть определенный процент ошибок. Где-то он большой, где-то маленький, да. И, соответственно, ну, ошибки все равно неизбежны. Плюс сбои какие-то, да, допустим, там, закрытие торгов на бирже. Такие ситуации во время кризисов, они становятся, как бы, нормой, да. Вот у нас сейчас вообще там остановили торги. Нафига это нужно нормальному трейдеру? Нафига ему нужны какие-то стоп-торги? Нафига ему нужно, чтобы он не мог там в этом, в низкой ликвидности, там, закрыть заявку? Да ему это не нужно. Это лишние риски. А, как бы, риски положительными не бывают. Понятное дело, что там больше движения может быть. Но это новички только смотрят на потенциал прибыли, да. Профессионалы-то они подталкиваются от риска и всегда думают, что, блин, так я могу потерять больше. Поэтому нужно первое, что сделать трейдерам, это четко понять, что риск не должен отличаться от торговли в обычное время. То есть, если возрастает волатильность, снижайте объем торговли. Это поможет вам остаться в пределах нормального для вас риска. Дальше. Следите за волатильностью. Тут инвесторам, конечно, проще. Опять же, как я сказал. Потому что, если они собирались, особенно если это регулярное инвестирование, да, что я там пропагандирую для чайников, и вы там раз, грубо говоря, в квартал покупаете на определенную сумму, то вам вообще все равно. Если вы там на 15 лет, на 20 лет, да, до пенсии, там, хотите собрать определенный капитал, то вы просто берете и покупаете. Вам все равно. Вы бы и так купили, да, когда индекс был, там, допустим, по 100, вы бы и по 50 купите. Замечательно. В два раза больше даже получится. То есть, тут вы довольны, да. Для инвесторов в целом, как я сказал, кризис дает определенные возможности. Там не так важна точка входа. Хотя важна, конечно, диверсификация, да. Важен, там, подбор компаний, если у вас там определенная есть какая-то стратегия выбора компаний. Естественно, это тоже играет роль, да, чтобы выбрать компанию получше. Но, тем не менее, для инвесторов это в целом хорошая возможность. Для трейдера здесь все так неоднозначно, да. Вот это как раз волатильность повышенная. Она ничего к хорошему ему не дает, да. Она потенциально дает более высокую доходность, но она потенциально и дает более высокий убыток. Что он, ну, трейдеру, как я уже сказал, не нужен, потому что риск лишний, он в плюс никогда не идет. Он не нужен абсолютно профессионалам. Соответственно, как можно снизить вот это влияние волатильности, да. Можно, опять же, перейти на какие-то инструменты, где, ну, допустим, какие-нибудь опционы, да. Где ты можешь фиксированный риск ставить и там пофиг, что будет тебе. Как вариант. Можно перейти на торговлю без плеча, допустим, да. А почему нет, да, высокая волатильность, в принципе, ты торгуешь без плеча и становишься на какое-то время на вот это кризисное, да, инвестором. Потому что даже делая правильный прогноз, да, при более высокой волатильности, больше вероятность, что у тебя там сработает стоп, допустим. И ты, как спекулянт, получишь убыток даже при правильном прогнозе. Что не очень хорошо, согласитесь. Соответственно, вот, надо подумать, как здесь работать, да. Может быть, снизить вообще регулярность своей работы, да. То есть, понять, а нужно ли мне вообще сюда залазить, да. А нужно ли мне сюда вообще залазить, понять. Соответственно, подумайте над этим. И главное, что нужно, нужно сохранять системность, да. Помните об этом. То есть, торговля должна быть точно даже более жестко системной, чем в обычные времена. Потому что тут ошибки будут наказываться сильнее. Сложность, естественно, есть в нахождении возможностей. Но тут всегда, чем выше компетенция, тем больше человек может найти возможности. Поэтому повышайте свою компетенцию, да. Опять же, в кризисные времена очень хорошо учиться. Как раз возможность для того, чтобы повысить свою компетенцию. И потом заниматься, скажем так, более какими-то грамотными вещами. И к трейдингу относятся, да. И к каким-то там другим вещам. То есть, учиться никогда не бывает лишним, да. Если это действительно вам нужно. Да, в противном случае, конечно, учиться не надо. Вот. Тут чем краткосрочным вы хотите торговать, да. И чем на более, может быть, волатильном рынке, тем это требует больше компетенции от вас. Да, потому что инвесторам можно по большому счету, ну, там, азы какие-то выучил и все. Крубо говоря, покупаешь с каждой зарплаты на 5% капитала, индекс и все. Да. Ну, вот самое простое, грубо говоря, обучение. И все. И будешь там определенную доходность иметь. И эта доходность на горизонте, там, 30 лет еще обойдет многих управляющих. Вот. То есть, много тут знаний не надо. А если ты спекулянт, который хочешь каждый день получать, там, 0,3% прироста, допустим, или процент прироста, то, соответственно, это совсем уже другой подход, совсем другие знания должны быть, совсем другие навыки надо развивать. Поэтому, чем выше компетентность, тем больше у вас возможностей. Так. Теперь вкратце скажу про, по классам активов, да. Я уже писал и в Инстаграме, и в Телеграме у себя, на канале, что фундаментально так выглядит, что рубль особо ослабляться больше не должен. По большому счету, в России профицит торгового баланса. Мы, конечно, подразумевать можем, что будет сокращение потребления, да, российских товаров и так далее. Но в моменте, как бы, какой-то там сильной девальвации, ну, лично я не жду. Я могу ошибаться. Я не макроэкономист, но я не думаю, что хорошая идея покупать, там, доллар дороже 100 рублей. Да, даже по 90 рублей. Сейчас в России отменили НДС на золото. Поэтому, если вы хотите сохранять средства, купите лучше золото. Да, я показывал уже не раз, что на горизонте, там, 20-30-40 лет золото выигрывает у всех валют. Не то, что у доллара, даже у швейцарского франка. Поэтому, если вы хотите сохранить, покупайте золото. Другое дело, что многие под видом сохранить хотят срубануть бабла. И вот тут надо купить доллар, да, там, по 90. И потом они думают, что они его быстро продадут, наверное, по 150. Но, ребята, такого обычно не бывает. Обычно люди, кто покупает вот на этом хайпе, да, это как в 2016 году, по сотне. Потом они сидят под водой и ждут 5 лет, когда доллар снова дорастет до этих значений. Поэтому, так делать, на мой взгляд, не надо. Если вы хотите спекулировать, получайте соответствующие знания и спекулируйте на любых рынках, по сути, да. На самом деле, вот я редко рублем торгую. Спекулятивно практически вообще никогда не торгую. Потому что мне не нравится, как он ходит. Есть гораздо более техничные инструменты, да, та же самая нефть, которую там не любят многие фундаменталисты, потому что якобы нельзя предсказывать. Ну, вот, как результаты моих обзоров, говорят, да, которые я выкладываю, в том числе и в Телеграме, да, хэштег-результаты, и в хайлайтах в Инстаграме. Отлично она прогнозируется. Не всегда, но всегда и не надо. Вам нужно просто определенные моменты понимать, и все. Несколько раз там в месяц, несколько раз в год, смотря там от ваших горизонтов зависит, и все. Больше вам не нужно. Поэтому, что касается рубля, я вам сказал. Что касается золота, я вам тоже сказал, это не краткосрочные обзоры. Это мое мнение о том, если вы хотите сохранить действительно покупательную способность вашего капитала. Потому что краткосрочно драгоценные металлы могут пропасть, просесть. Если действительно будет какое-то кризисное явление, сжатие ликвидности, то все рынки, как правило, могут просесть. Это нормально абсолютно. Но мы говорим о сохранении капитала. Не надо думать, что доллар не может просесть. Доллар же тоже может просесть. Пуф, вспомните, сколько он был в 15-м году, да, и сколько он был потом там. То есть он практически в два раза сложился. После, там, 100 рублей он был там 60 рублей. Если не ниже, да, сейчас уже не помню точность котировок. Далее. Товарные рынки. Я думаю, что начался новый товарный цикл. Да, вот по нефти в том числе и в целом. Но это не значит, что не будет глубоких коррекций. Другое дело, что если я там в прошлом году ждал, что вот это вот ралли с 20-го года, оно рано или поздно там сделает большую коррекцию и нефть уполовинится в каком-то моменте, да, то сейчас нефть настолько выросла, что вот недавнее падение там со 140 до 100, ну, это уже глубокая коррекция, по сути. Вот, и она ее уже и сделала. Другое дело, что не значит, что она там завтра отрастет назад, хотя на таком внешнем фоне все может быть. Но я к тому, что эти коррекции уже могут быть на более высоких уровнях. Поэтому, скорее всего, у нас начался новый товарный цикл. Да, нефть может еще снизиться в коррекции, опять же, если будет сжатие ликвидности, да, какие-то там рынки замрут, скажем так, опять и так далее. Такое может быть. Но в целом, я думаю, что у нас начался новый товарный цикл. И вот этот знаменитый график отношения товаров к S&P, да, который был на минимуме. Помните, мы еще там, если кто на меня подписан в Телеграм, я еще и пару лет назад разбирал это, да, что рано или поздно он начнет расти. И как исторически, если посмотреть на этот график, когда росло это отношение, оно в определенный момент растет за счет роста товарных рынков, а в определенный момент растет за счет падения фондовых рынков. Так вот, неминуемо будет и та, и другая часть. Вот рост товарных рынков мы уже наблюдаем. Соответственно, должна последовать скоро часть роста за счет падения фондовых индексов. Тогда вот это соотношение продолжит рост. Соответственно, тут, на мой взгляд, ну вот мы уже на России видим, что все укатали Я думаю, что коррекция неминуемо ждет и все остальные рынки Почему? Не только потому, что вот эти вот какие-то там мифические кризисные явления На самом деле они сейчас уже вот их вытолкнули сразу Почему их стоит ожидать? Потому что энергоносители сильно подорожали Если энергия выросла всего лишь в два раза за год, то газ вырос с 200 долларов до 4 тысяч за последний год Да, пусть он сейчас опять до 1000 скорректировался, но, извините меня, это в 5 раз рост Вы понимаете, что это расходы, соответственно, и потребительские, и у производителей электричество выросло То есть энергетика очень сильно важна Не только электричество, но и, собственно, цены на топливо Посмотрите, что происходит в Америке, в Европе То есть это логистика, перевозка грузов То есть все удорожает сильно Поэтому это, естественно, будет душить экономику Это, я думаю, через пару кварталов уже приведет к каким-то рецессионным признакам в тех или иных странах Поэтому будьте аккуратны И, соответственно, это должно отразиться как-то на рынках Не только наш рынок будет укатывать, а все будут процветать Нет, санкции будут влиять на всех Тем более мы еще не увидели там, по большому счету, ответных санкций Может быть, там что-то будет тоже интересное Загадывать не буду, но там есть варианты для действия Соответственно, вполне возможно, что мы видим кризис по всему миру Ну, естественно, он может быть не супер глобальный и ужасный Хотя, опять же, на фоне той трансформации, которая выгодна и Китаю, и России И, да, вся вот эта вот перетрубация может занимать очень большое время И, соответственно, рынки могут сильно корректироваться Поэтому вкладываться там в фондовые рынки на хаях, даже инвестиционно, ну, достаточно опасно Подождите просадки, там уже выбирайте компании с нормальным денежным потоком Что касается акций Что касается крипты Крипта является самым рисковым активом, на мой взгляд То есть, все это байки, что оно будет расти там лучше золота и так далее, нет Корреляция четко показывает, что крипта ходит вместе с S&P Поэтому я считаю, что крипта будет тоже снижаться Другое дело, что потом, когда что-то отпадает, да, кризис там какой-то пройдет Такое, ну, основное Потом, естественно, может там пойти на новый цикл роста Вполне возможно, не исключаю Особенно там, при этом не исключаю, что отдельные монеты какие-то могут и расти до этого Так же, как есть отдельные там какие-то защитные, может быть, бумаги и так далее То есть, это все может быть Можно выбирать, что-то смотреть Но в целом, вот, все рисковые активы должны скорректироваться И потом уже можно будет там рассматривать какие-то нам после коррекции варианты для покупок Соответственно, по нашим акциям Точно так же Сейчас все упало Надо будет смотреть компании с хорошим денежным потоком Которые минимально зависят от внешних рынков, от санкций Я думаю, что будет хорошая возможность Может быть, не сразу, да Вы посмотрите В 2014 году, вот после 2014 года Рынок там До, по-моему, 2018 года он стоял в боковике Я сейчас уже не помню Четко там параметры Хотя можно посмотреть Вот я сейчас на график гляну Сколько мы там находились Там, по-моему, еще раньше началось Да, там, на самом деле, с 2011 года, да Вот, после кризиса 2009 года Рынок отрос И с 2011 года был долгое болото И в этом же болоте был как раз и 2014 год Вот, с 2011 года С апреля По сути Декабрь 2014 года Как ни странно, 2014 год это уже был в конце Ну вот, с 2011 по 2014 год По конец Было на рынке болото Вы представляете, долгое было болото Вот, возможно, наш рынок тоже ждет какое-то болото Да, я не думаю, что наш рынок улетит как ракета Нет Вы вспомните, что я вам вначале говорил, да Что было в Штатах в 70-х годах Там было болото 15 лет Поэтому, возможно, рынки все будут в болоте Но Понимать, на каких уровнях в этом болоте Можно подбирать интересные вещи Стоит, да Стоит понимать картинку в целом Анализировать график Разбираться в этом Понимать сценарий И находить хорошие возможности Все, про энергоносители я вам сказал Про крипту я вам сказал Теперь кратко хочу анонсировать, что В следующий понедельник стартует мой набор На курс по техническому анализу Простая техника И кратко я вам сейчас скажу, что мы там будем делать Значит, программа разделена на 4 ступени На первой будут самые азы В которых я рассказываю, что такое Облигации, что такое акции Фьючерсы и так далее То есть график, терминал Все от самых азов Чтобы самый чайник мог разобраться и вникнуть На второй ступени я расскажу основы технического анализа Покажу основные ошибки учеников В распространении фигур В построении линий и так далее То есть уже буду давать конкретные инструменты Уже на этом этапе там многие ловят какие-то инсайты и так далее Потому что для меня это база А для людей, которые пришли извне Они там открывают много-много там новых вещей Посмотрите на мои отзывы, которые я публикую Много интересного Научу создавать у вас торговую систему Покажу сложную торговую систему Которая многокомпонентная Покажу простую торговую систему Основанную на статистике Научимся тестировать ее Дам модель успешного подхода Поговорим о психологии Это все на второй ступени Дальше третья ступень На третьей ступени будем углубляться В необходимые тонкости Я на реальных графиках покажу нюансы Уже углубленного практического построения разных линий Определение фазы ажиотажа Определение зон Ключевых зон Целевых зон и так далее Как это вообще делается Как это Скажем так Возможно это вообще никто не делает Это уникальный контент Разбираю также ошибки Профессиональных аналитиков в практической компании Беру ленту Финама Грубо говоря И смотрю на их посты На их прогнозы И показываю То есть где они ошибались Почему их прогноз привел к убытку И что нужно было делать Чтобы этого не допустить То есть это у меня все есть Объясняю логику движения рынка Многие абсолютно не понимают Простую физику движения На самом деле она тут есть Она достаточно интуитивна В принципе понятна Но об этом мало кто задумывается И на основе этого никто ничего не строит А я в свое время Как бы вот построил Систему определенную Разберу ошибки Уже учеников своих На каких-то реальных уже примерах На их домашнем задании Потому что вы у меня не первые уже Покажу признаки завершения тенденции Признаки истощения тенденции Признаки наоборот силы Покажу То что я часто в обзорах говорю Признаки силы и слабости рынка Вот что это такое Многие не понимают Вот этому всего я научу На четвертой ступени Копнем еще глубже В понимании механики Ценообразования и трендаобразования Объясню про фазы рынка Объясню про фрактальность Покажу возможные Все возможные формации Которые бывают на рынке Объясню про сценарии Как определять сценарии Как собственно На основе сценария Находить уже Нужные точки входа Когда вообще стоит торговать на рынке В какие моменты Держаться от него подальше Поймите взаимосвязь Между фундаментом и техникой Потому что на самом деле Она есть Она простая Она логичная В какой момент Собственно можно Смотреть на фундамент В какой не нужно Разберу ошибки Опять свои и учеников На основе уже их Реальных сделок На основе там моих сделок Покажу как я анализирую рынок И делаю свои прогнозы Скажу откровенно Я вот в эту программу Трамбовал все что я знаю Там от самых азов До вот самих Там не знаю Супер каких-то там техник Да условно говоря Потому что Почему супер Ну потому что они Во многом уникальны Я не видел Аналогов Да Понятное дело Что что-то есть Что-то есть Что-то я взял Из разных источников Да Аккумулировал И выдал там В своем подходе Но какие-то вещи Они уникальны Это мои наработки Собственно И больше нигде нет Вот Поэтому если вам интересно Я оставлю ссылку И вы можете перейти По этой ссылке Осталось несколько дней Продаж И в следующий понедельник Мы стартуем Вот На этом я Эфир сегодняшний закончил Кратенько Все что я хотел рассказать Я рассказал Увидимся В следующих обзорах Да Традиционно я их записываю По понедельникам С видеообзоры Спекулятивные С точки зрения Технического анализа Вот Я это буду продолжать Вот Ну а такие видео Может быть тоже буду Периодически выкладывать На этом все И отличных вам трейдов